Мы в Белокурихе, восьмикратной победительнице в номинации лучший курорт федерального значения. Зима, как видите, здесь местами еще не закончилась, даже скользко, а тут еще как снег на голову. Решение президента первые 10 дней мая сделать нерабочими, поэтому все сюда. И на своем авто. Ассоциация туроператоров России просвещает. Около 65% отдыхающих россиян посмотрели на закрытые границы, сели по машинам и поехали по стране. В обход туроператоров сами забронировали места на базах и, чтобы насладиться алтайской природой, атаковали в том числе и Белокуриху. В этом году мы уже путешествовали, наверное, порядка пяти раз. Хотя сейчас пятый месяц приближается только. Достаточно часто. Проехали много тысяч уже километров. И это все внутри страны? Это все внутри страны. Когда ты путешествуешь на своем автомобиле, ты можешь останавливаться там, где хочешь. Ты можешь заходить, куда хочешь. Вот сейчас мне нужно было сфотографировать первые цветы. Я вышла из машины, ползала по траве и фотографировала цветы. Такой неформальный туризм уже стал трендом. Многим хочется посмотреть природу без соседей по группе. Есть у такой моды и еще одна причина. Границы закрыли, а цены на путевки внутри страны не поползли. Буквально побежали вверх. Но, конечно, не везде. А только у тех, кто может себе позволить цены поднять. Что касается тех, которые ориентированы на приезжих туристов, их достаточно много. Тут, конечно, вопрос затратный рекламный бюджет. Это он актуален. Но их много. Они с деньками, они готовы платить. И готовы платить за комфорт. Или они даже не знают, чего ожидать от Алтая. Это экзотика. Поэтому, в принципе, им можно продать то же самое проживание с удобствами на улице. Но поставить вот такой ценник. После триумфального выхода президента с объявлением 10-дневных каникул, ценник действительно подскочил. Но подскочил в первую очередь для тех, перед кем берег турецкий закрыт. И они неожиданно выбирают Алтай в качестве экзотики. Фирмы, которые ориентируются на туриста из других регионов, резко подняли цену. Буквально за несколько дней. Те же самые туры, те же самые локации. Ценник выше на 5-10 тысяч. Судите сами, да, да, мне тоже немножко обидно, потому что я ориентируюсь на местных жителей, да. И мне говорят дорого, а я понимаю, что жителям других регионов продают гораздо дороже, а они покупают. И тем не менее, желающих поехать в горы, видимо, хоть отбавляй. Поток туристов увеличился. Но за спросом вверх пошло и предложение. И гидам приходится открывать новые нехоженные маршруты. А вот у санаториев, особенно крупных, другие проблемы. Все-таки с санаторием, что в Горном, что в Белокурихе намного проще, чем туристическим центром. Потому что сюда приезжают поправлять здоровье. Первым делом подумать о своих легких и печени, а уже только потом о походах и горных лыжах. Сейчас оздоровительные центры начинают оправляться от жуткого прошлогоднего удара по бизнесу. Здесь поведение отдыхающих понятно. Во-первых, соскучились по отдыху. Во-вторых, коронавирус нанес вред здоровью. Так что все дороги ведут в санатории. Год назад в это время пустой, холодный, темный санаторий. Сегодня глубина продаж порядка 40 миллионов рублей. Это, по-моему, 1186 человек воспользовались программой кэшбэк. И это нам позволило действительно прям заполниться. На сегодняшний день, в майские праздники, у нас нет ни единого места. Помог туристический кэшбэк и дал, по словам Федора Елфимова, значительное подспорье в восстановлении турбизнеса. Плюс льготный кредит для бизнеса. Есть и детали. К примеру, в этом году на территории всего края курортный сбор снижен с 50 рублей до 30 за одного отдыхающего в день. А для жителей края, которые проводят отпуска на малой родине, вообще отменили курортный сбор. Март 2021 года отметился и паводком в Белокурихе, если так можно назвать, наплыв туристов. Как говорят в администрации города-курорта, показатели выше, чем за 2018-2019 годы. Прогноз на этот год ожидают, что через 15-тысячный город пройдет 260 тысяч туристов. Это на 5% больше, чем в предыдущие годы. В марте и в апреле этого года мы ездили на международные выставки Интермаркет и МИД. И как раз эти выставки показали активный и живой интерес. Среди просто жителей, людей, которые приходили на выставки, среди туроператоров, все активно ждут гостей. И нам ничего более не нужно, чем хороший турпоток. На самом деле мы справимся и предприниматели, и бизнес. С одной стороны, спрос на Алтай у столичных жителей мотивирует предпринимателей поднимать уровень сервиса. С другой, тем, кто работает на эконом-сегмент, не хватает качественной инфраструктуры, поскольку жители края не готовы платить. Это один из парадоксов, на которых держится алтайский туризм. А вот второй. Одним хочется огромных турпотоков, другим – потаенных уголков, в которых толпы москвичей, порвавших путы самоизоляции, не успели растоптать магию. Туристические операторы обещают угодить всем. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком.